В 2015 году жилищная инспекция провела более пяти, почти шесть тысяч обследований. Выявленные нарушения характеризуют, что основные из них связаны с работой на высоте, отсутствием индивидуальных средств защиты, отсутствием защитных нарушений, нарушений правил использования и хранения баллонов. Надо отметить, что на капремонте на всех программах у нас собрались организации, которые квалифицированно работают уже не первый год по программам капремонта жилья и по программам фонда газификации, поэтому нарушений несколько меньше, но все равно надо отметить, что отсутствие средств индивидуальной защиты, это значит, что организация не обращает внимания на комплектацию, на заботу о своих сотрудниках, выполняя наши государственные программы. Прошу взять и глав муниципальных образований, и председателя исполкомов, работу техники безопасности подрядными организациями в 2016 году.